Привет! Вы на канале СМИРУ ПО ФАКТУ, а меня зовут Александр Гришин и это Версус, передача в которой мы с вами наблюдаем за различными боями животных и насекомых. И в сегодняшнем выпуске мы посмотрим на что способен такой огромный паук как Тарантул. Итак, поехали! Тарантул Размеры Тарантула колеблются от 2,5 до 10 см, а размах лап может достигать 30 см. Примечательно, что самки Тарантула намного крупнее самцов, а вес самки может достигать 90 грамм. Живут Тарантулы в норах, имеют окрас коричневый или черный, но встречаются и другие, например, буро-оранжевый. У паука имеются довольно большие клыки, длиной в 1 см, а все его тело покрыто волосками, которые при прикосновении с кожей человека могут вызвать жжение и зуд. Пища Тарантулов довольно разнообразная и состоит из мелких насекомых и земноводных. Тарантулу едят гусениц, медведок, сверчков, тараканов, охотятся на жуков и небольших лягушек. Свою добычу эти хищники поджидают, затаившись в норке, или выбирают для этого другое укрытие. Напав на жертву, Тарантула парализует ее своим ядом, который растворяет все внутренности добычи, превращая их в питательную жидкость. Выждав время, пауки просто высасывают образовавшийся энергетический коктейль. Ну что, давайте посмотрим, как Тарантул справляется со своими жертвами. Обязательно досмотрите видео до конца, и вы увидите бой Тарантула со змеей. Поехали! Тарантула Сначала небольшая ремарочка. В моем видео будут показаны не только Тарантулы, но и пауки-птицееды. Многие просто не различают их. Даже в документальных фильмах самого большого паука-голиафа-птицееда называют Тарантулу-голиафом. Конечно, различия между этим и пауками незначительные, но они все же есть. Я же в видео различий между ними делать не буду. И говоря о пауке-голиафе, я буду называть его именно Тарантул-голиаф. Тем более, именно так он называется на английском языке. Ну что ж, давайте сначала посмотрим, что делает этот паук с такой крупной добычей, как мышь. Этот гигантский таракан размером тела в 5 сантиметров случайно забрел на территорию Тарантула. У таракана из оружия только его челюстью, но они небольшие. Да и размер таракана слишком мал для того, чтобы дать хоть какой-то отпор волосатому гиганту. Тарантул наносит удар и через мгновение пожирает противника. Этот случай произошел на природе, а не где-нибудь в японском террариуме, где, как вы знаете, они часто стравлюют между собой различных насекомых. Здесь Тарантул встретился со скорпионом. Скорпион очень грозный противник. Его твердый панцер служит ему отличной защитой, а в качестве оружия выступают клешни и его смертоносный ядовитый хвост. Но Тарантул настоящий гигант на фоне этого скорпиончика. Он медленно подкрадывается к нему, а затем наносит быстрый удар. Через какое-то время уносит его, чтобы потом съесть. Но все же это не совсем равный бой. И поэтому всеми нами любимые японцы стравили этих насекомых в своем террариуме. Но они взяли скорпионы, который практически не уступал по размерам пауку. Ну и вот что, собственно, из этого вышло. Скорпиону достаточно нанести один точный удар хвостом, и паук будет обречен. Вот, например, еще один бой Тарантула с черным скорпионом. И ситуация повторилась. Таким образом, мы выяснили, что у Тарантула нет шансов против скорпиона. И движемся далее. У меня как-то был выпуск про гигантскую многоножку Скалопендру. Она очень крутая. Там она пожирала лягушку, ящерицу и даже змею. Ссылку на это видео я оставлю в описании. А давайте посмотрим, сможет ли она выстоять против Тарантула. У них происходит очень ожесточенная битва. Их размеры практически сопоставимы. Так что все по-честному. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И тут видео прерывается. Я, как и вы, был обескуражен. Так кто же победил? Но, к счастью, я нашел другое видео. Только здесь другой паук, а именно Тарантул Король Бабуин. И снова невероятные битвы. Паук все же в ней одерживает побегу. Ну и в конце, как и обещал, самое интересное. Битва самого большого в мире паука Тарантула Голиафа со змеей. Это копьеголовая змея. Она очень ядовита. Ее укус смертельным для человека, что уж и говорить про паука. Сейчас она голодна и находится в поиске добычи. Случайно она заползла на территорию Тарантула, у которого неподалеку находится нора. Как раз эта нора и привлекла змею. Она подумала, что найдет для себя там что-нибудь вкусненькое. Но паук тоже был голоден, и он ждал свою жертву. Вы только посмотрите, как он на нее набрасывается. Завязывается смертельная битва. Невероятно, но Тарантул побеждает. И вскоре пожирают змею. Это просто удивительно. Думаю, этот паук заслужил вашего лайка. Но это еще не все. Вскоре мне попалось видео, которое также меня очень удивило. Есть такие осы, которых называют наездницы. Назвали их так потому, что они взбираются верхом на свою жертву и откладывают в нее свои личинки. Они довольно крупные. Некоторые их виды могут достигать 5 сантиметров в длину. Но все равно они гораздо меньше нашего героя-паука Тарантула. Однажды такая оса-наездница встретилась с Тарантулом. И вот что из этого вышло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто невероятно! Как эта маленькая букашка смогла победить такого гиганта? А потом она еще и поперла паука куда-то. Вот же мразь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, на этом у меня все. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик, и вы поделитесь им со своими друзьями. В комментариях вы можете помимо своего мнения о ролике написать, с кем бы вы хотели увидеть Версус. Варианты с наибольшим количеством лайков я рассмотрю. Не забудьте посмотреть и другие выпуски Версуса. А я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья! Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok